Не миллионы, а миллиарды тратятся на возведение новых домов в Иркутской области. Денег на жилищное строительство не жалеют. Вот только порой реальность не соответствует ожиданиям. Почему качество новостроек становится проблемой для жильцов, выясняет Ксения Бутина. Здоровье все подорвалось, я уже не могу. Сам сырой, как не знаю кто, плохо вот мне. Мне сразу голова такая, это все ватная становится. Александра Афанасьевна переехала в этот дом из аварийного жилья по программе переселения. После ветхой квартиры это казалось хоромами. Но недолго. Первыми начали протекать трубы в ванной и уборной. Следом появился неприятный запах. Находишься как в салфановом пакете вроде бы как-то. И еще выпускают этот какой-то воздух такой через эти вентиляционные что ли. Что грязные, неприятные, очень неприятные, жуткие. Чтобы разобраться с проблемами, 66-летняя иркутянка обратилась в жилстройнадзор. Комиссия не нашла нарушений вентиляции. По словам проверяющих, просто система является приточно-вытяжной. То есть зависит от наружного воздуха и атмосферного давления, а также температуры. А подтеки на трубах в управляющей компании объяснили законами физики, против которых они бессильны. Периодически возникает летом при высоких температурах, когда очень жарко. И также еще это связано с тем, что не всегда исправно работает вентиляция именно в квартире. Начинает из-за перепада температур потеть труба элементарно с холодной водой. Тем более дома 16-этажные. То есть на домах, где меньшее количество этажей, там такой проблемы, как правило, не встречаются. Но вот что точно не зависит от количества этажей в новостройках и не только, так это то, кто отвечает за состояние объектов дома. Согласно жилищному кодексу и основное постановление, это 491-го постановление Органской Федерации, в котором указан конкретный перечень общего имущества, то стояки непосредственно, они находятся в составе общего имущества. Но при этом, скажем так, все, что дальше от стояка идет подключение после крана, первого крана после стояка, то это уже собственность непосредственно самого собственника, который и отвечает за то, что находится у него в квартире. Поэтому за погодой в доме, а точнее в квартире, следить должен все-таки собственник. В данном случае 66-летняя пенсионерка, получившая жилье взамен снесенного. Ксения Бутина, Иван Гоголев. Новости по будням. 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 Новости по буд